Друзья, всех приветствую, с вами Тимур. Прям экстренное включение. Почему? Потому что я нашел одну очень крутую и скрытую фишку, где никто пока об этом не рассказывал. Это будет для вас эксклюзивчик, поэтому такое экстренное включение. Я вам сейчас это покажу и вы просто офигеете. По названию ролика вы могли это узнать, не могли это узнать, не знаю почему-то и пока что я не знаю, как назвать этот ролик. Поэтому скажу сейчас что. А вы знали, что в айфоне есть такая фича, где вы можете использовать 1 терабайт бесплатного iCloud в течение одного месяца? Не знали, правильно? Так что давайте усаживаемся подобнее. Хотя не надо усаживаться подобнее, это будет очень быстрый ролик. Друзья мои, смотрите, вы меня обижаете. Знаете почему? Потому что большинство, то есть majority, очень большинство людей, которые смотрят мой канал, смотрят без подписки. Вы просто посмотрите на это соотношение. Без подписки смотрят. Друзья, давайте исправим эту ситуацию. Ну вам же не сложно. Перейдем сейчас под это видео, нажмем на кнопочку подписаться, колокольчик включим. И также, друзья мои, 400 тысяч в ютюбе, в инстаграме 26 тысяч. Вот мой инстаграмчик, друзья мои. Давайте вот помогите, ваша сила нужна. Сейчас перейдем на мой инстаграмчик, бам-бам-бам-бам, подписочку оформим. Там тоже я свой инстаграм веду. Круто, красиво, про свою личную жизнь немножко и так далее. Вот это все. Так что, давайте, друзья мои, перед тем, как я вам сейчас эксклюзившую покажу, я жду вашу поддержку. Погнали. Собственно, как это можно реализовать, вы думаете? Обычно iCloud дает вам 5 гигабайт бесплатного пространства, где вы можете использовать эти 5 гигабайт вообще unlimited, когда захотите. Хотите удалять, потом заново загружать и так далее. Но 5 гигабайт это очень-очень мало. Многие покупают там подписку 50-100 гигабайт, но вообще мы сейчас не об этом. Мы о том, что все мы наверняка знаем стандартное приложение Mail на наших айфонах. Я сейчас включил запись экрана, чтобы наглядно вам показать. Многие, может быть, это используют или нет, но стандартная почта это прям очень крутое приложение. Смотрите, я вот вхожу в почту и все мы отправляем не только письма, не только текст, но и отправляем файлы. PDF, Word, видео, фото и так далее. Любой тип файла можно здесь отправить. То есть, как это делается? То есть, смотрите, я сюда сейчас, так сказать, вложил несколько файлов. То есть, это в видео формате. Ну, там они не так много весят, но, собственно, их очень много. Тут, как вы можете видеть. Все мы знаем то, что как это делается. Смотрите, друзья мои, сейчас потихонечку подведу к этому. Я сделал вот так вот, нажал два раза, нажимая на стрелочку вправо, потом вставить фото или видео. После этого вы вставляете фото или видео здесь. Смотрите, друзья мои. Обычно, если вы там один или два файла, которые не особо так много весят, отправляете, то это идет как вложение. Да, и человек, который получает этот email, он просто берет и скачивает себе. И это постоянно у вас будет стоять, потому что не так много весит. А если вы отправляете там 100 мегабайт, 200 мегабайт и так далее, то здесь у меня не знаю, сколько мегабайт, но много. Но, но, вы можете даже вложить до 1 терабайта файлов вот сюда. До 1 терабайта. И когда вы нажмете на стрелочку отправить, у вас выйдет тут два варианта. Если у вас много это все дело весит. Использовать mail drop или же отправить как вложение. Если мы нажмем на использовать mail drop, то мы можем сюда вставить, то есть, файлы до 1 терабайта. И все это будет загружаться в iCloud. Все вот это вот до 1 терабайта. И в течение месяца человек, которому вы отправили эти файлы, будет, ему будет доступна ссылочка для iCloud, откуда он может скачать все эти файлы до 1 терабайта. Вы понимаете, да, прикол? Вы точно об этом не слышали. Поэтому я вам говорю, допустим, использовать mail drop. Все, бац, письма ушли с файлами. Теперь мы посмотрим, как это дело будет выглядеть. То есть, когда вы отправляетесь через mail drop, то у вас вот эти вот файлы, наверняка они будут весить много, будут доступны в течение 30 дней тому человеку, которому вы его отправили. И также вам в том числе. Друзья мои, все вот эти вот вложения, даже если они превысили свой лимит, мы получили. И мы смогли это отправить. Почему? Потому что у нас есть функция mail drop, где мы можем сделать вложение до 1 терабайта. А если вы то же самое попытались бы сделать, допустим, с другой почтой, то есть с другим клиентом, допустим, Gmail, да, и вот я попробовал, смотрите, он дает ошибку. Ошибка. Общий размер файлов превышает допустимый лимит в 25 мегабайт. Понимаете, здесь 25 мегабайт, а там можно до терабайта делать, и вы все это дело без никаких проблем отправляете и получаете, потом скачиваете. То есть, обязательно имейте в виду и пользуйтесь, друзья мои. Вот такое вот интересное и полезное видео у нас получилось. Попробуйте у себя и напишите в комментариях, получилось у вас или нет. Только сделайте все правильно. Ставим лайк, один комментарий и подписку на канал. А с вами был, как всегда, Яфтинлайн с новыми, так сказать, эксклюзивными фишками айфона. Погнали. Пока.